МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город. Время говорить». Главные темы сегодняшнего выпуска. Памятники не трожь. Губернатор высказался против сноса старинных домов, представляющих историческую и культурную ценность. Почему так пахнет? Экологи о рязанском воздухе в экспресс-интервью нашей программе. Война за стволы. Рязанцы выступают против вырубки деревьев на 9 линии. А теперь обо всем подробнее. Ситуацию с памятниками архитектуры в Рязани прокомментировал на заседании правительства области губернатор Олег Ковалев. Напомним, историки, краеведы, активисты, общественники подняли волну благородного гнева в связи с более чем спорным решением муниципальных властей включить в списки предназначенных к сносу рязанских зданий те самые многострадальные архитектурные памятники истории. Если мы даже переселяем из памятника людей в нормальное жилье, то это не значит, что мы его должны сносить. Дома памятники приговорили под вывеской общероссийской компании по переселению людей из ветхого фонда. Эта программа дело, разумеется, хорошее. Только вот к ней решили приспособиться ретивые застройщики. Те самые исторические здания, которые во всех более-менее продвинутых городах реставрируют, по крайней мере, внешне, активно используются в плане развития туризма. Наши решили не менее активно использовать заслуженные дома-стрички в плане набивания кармана застройщиков. Сломать старинные, наградить свои торговые центры, пробить элитное многоэтажное строительство в центре города. Заманчиво, что тут скажешь. Поэтому, наверное, в проект охранных зон, как по мгновению волшебной палочки, порезали, постригли, да и не постеснялись вынести на градостроительный совет. Вторая сложная рязанская тема – отвратительная вонь, которой нас то и дело почует предприятие. Даже вчерашний праздничный день, например, в Песочне, был в прямом смысле слова отравлен специфическим ароматом химического производства. Недавно задыхались вечерами жители Горощи от запаха, как бы помягче сказать, гуану. Ни окошко открыть, ни комнаты проветрить аромат, как в общественном туалете на вокзале. Между тем, эксперты отнюдь не отмечают оперативного стремления эко-служб предпринять адекватные меры. Здравствуйте, Галина Олеговна. В последнее время жители Рязани в разных районах города стали ощущать неприятные запахи. Откуда, по вашему мнению, они появляются? Ну, я думаю, то, что люди улавливают запах, конечно, это выброс из предприятий, из промышленных. Потому что некоторые запахи или вещества, мы просто их не улавливаем. Значит, ну, я могу предположить, и раз люди звонят, то, безусловно, идет превышение санитарно-генических нормативов. Поэтому это вот такое неприятное, особенно когда запахи, это, безусловно, людей очень настораживает. А что делать простым горожанам, когда они почувствовали неприятные запахи? Вроде у нас есть передвижные лаборатории, они должны на это реагировать. Но, к сожалению, когда граждане обращаются в ГОЧС, вот прям мне на днях знакомый сказал, что я обратилась, а там ей отвечает дежурный, что вы обратились одна, и мы по одному, значит, запросу или как бы вот жалобе не выезжаем. Но я думаю, что она была не одна, ответить можно как бы все что угодно. Я хочу сказать, что у нас вот, понимаете, получается, что служб много, которые должны контролировать и обеспечивать качественно окружающую среду гражданам, а результата нет. А какая ситуация сложилась сейчас в сфере контроля за состоянием атмосферного воздуха в Рязани? Когда жители обращались вот к нам, я постаралась как бы тоже включиться, так замеры проводятся, даже не пишут, когда были проведены замеры. И если мне ответили, что там все хорошо, то ясно, замеры были проведены именно в то время, когда действительно там было все хорошо. Кстати, возвращаясь к заседанию регионального правительства, вторник. Губернатор Олег Ковалев на нем прямо сказал, что Рязанская нефтеперерабатывающая компания не выполняет свои обязательства по реконструкции очистных сооружений. Но от себя добавим. И никакими декоративными акциями, типа подметания мусора на городских улицах силами упитанных сотрудников предприятий, проблемы загрязнения воздуха нефтезаводом не закрыть. Обещали реконструкцию, извольте выполнять в срок. А вось не нищий заводик-то. Еще о том, как общественники пытаются отстаивать свои права и как на эти права всем, как говорит Снач-Хать, продолжает тема Оксана Тебенихина. На улице девятой линии ведется грандиозное строительство многоэтажных домов. Конечно же, застройка идет, по мнению местных жителей, с жуткими нарушениями градостроительного и экологического кодексов. У меня окна как раз выходят вот сюда. И вот когда началась вырубка массовая деревьев, я обратилась к строительной компании, попросила разрешение. Они предоставили разрешение, показали сомнительного качества разрешения. И там разрешена 8 деревьев вырубка. Это как раз вот они ведут застройку, вот там. Там им выделено 6000 квадратных метров. Там они вырубили эти деревья. Здесь они прокладывают коммуникацию. Массив находился прямо вот отсюда, и тут вырублено уже более 40 деревьев. Я обращалась в прокуратуру в пятницу и в четверг, в природоохранную, Куприну Дмитрию Игоревичу. Сказал, примем меры. Но сегодня вырубка вот продолжается. Эскаватор стоит, сегодня повалили опять несколько деревьев. И, в общем, мы лишимся всего. Вырубка зеленой аллеи продолжается и сегодня. Канализационные трубы многоэтажек подвели к ливневке, которая и так не очень-то справляется. Сваи на стройке вбивают с утра и до позднего вечера. Открыть окна в квартирах просто невозможно. Возле детской площадки вырыли котлован, на дне которого лежат электрические кабели. А на неогражденной территории стройки гуляет взрослый, агрессивный ротвейлер. Вот у меня есть тезисы самого Стальникова. Эту застройку ведет депутат нашей облдумы Стальников. И вот у меня даже его тезисы есть. Значит, он говорит, значит, словами нашего депутата, вот прям его, я взяла из его, значит, использование земель, земельного участка, прилегающего к выделенному подстроительству. У них там выделено подстроительство. Это есть зона творчества, в кавычках, местных разного уровня чиновников, которым он и является. Это депутат, который должен защищать именно природу и все окружающее. Он все уничтожает на своем пути. Абсолютно все будет вырублено. Сайт компании «Развитие строй» закрыт по техническим причинам. Но по плану, который был размещен на нем ранее, прекрасно видно, что дом будет не один, а стены новостроек практически впритык прильнут к окнам уже жилого дома. То, что вы должны за квартплату, я скажу, да, должны. Ничего не должна дальше. Как же не должны? Вы должны 3 тысячи, вон на подъезде висит, что вы должны за 3 тысячи. Я не должна. Посмеялись. Я плачу 400 рублей. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили 2 минуты назад, что там кто-то рыб будет кормить, как Федя Провоторов. Ну, озвучите это снова. Зачем? Ну, что вы так вот не говорите? А вы что, скажите тоже это самое? Зачем? Ну, мы повторим за вами. Нет, я этого говорить не буду. А почему? Потому что. В общем, проблем у жильцов дома полно. Решать их и без того трудно. Так еще и соседи жизни друг другу не дают. И что тут обиднее, понять затруднительно. Что тут сказать? Гастарбайтеры, которые заполонили стройки, вырубят и выпилят все вокруг. Лишь бы деньги давали. Не свои деревья валят, не у себя дома. А космополитичная позиция застройщиков давно известна. Какая там матушка Родина? Какой патриотизм? Какая природа? Деньги, деньги и еще раз деньги любыми путями. Вот девиз современности. Так что приходится горожанам самим вставать на защиту своих прав. Такова жизнь. Кстати, нынешние масштабные волнения в Турции тоже начинались с защиты Стамбульского парка от вырубки. Продолжаем программу. Накануне Дня России в Рязани провели игровое ауто-дафе. Почти 500 игровых автоматов отправили в лучший мир. Их изъяли в полицейских рейдах по пересечению горного бизнеса с 2011 по 2012 годы. Как сообщает сайт областного УВД, это вторая терминаторская акция по отношению к одноруким бандитам. В феврале этого года было уничтожено более 350 аппаратов. Полицейские утверждают, на их складах ждут горькой долюшки несколько тысяч игровых автоматов. Также правоохранители сообщили, что рейды по игорным притонам проводят практически каждый день. Да и то, по всей видимости, у начальника УМВД Николая Пилюгина отношение к игровым автоматам особое. Перед его переводом в Рязань по Костроме ходили упорные слухи, что не все было чисто у тогдашнего начальника Костромской полиции Пилюгина в отношениях с местным игорным бизнесом. Изымали, дескать, автоматы, а потом обратно отдавали небескорыстно. Может, потому-то у нас автоматы уничтожаются так массово, показательно и беспощадно. Ну, оно так и должно быть. Завершает программу короткая видеозаметка Глеба Галушкина у визита сотрудников госбезопасности в Солочинский детский дом. Ничего тревожного. Просто областное управление ФСБ и ребята давно дружат. Рязанские сотрудники Федеральной службы безопасности поздравили выпускников подшефтной Солочинской школы-интерната с окончанием учебного года. На протяжении многих лет данное силовое ведомство активно участвует в жизни ребят. В этом году сотрудники ФСБ тоже поздравили воспитанников интерната с окончанием школы и вручили им аттестаты о среднем образовании. А также подарили ребятам ценные подарки. На сегодня все. Увидимся вновь завтра, в пятницу. И подведем основные итоги недели. Как обычно в программе «Время говорить». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!